ПОЛИГОН В этом выпуске мы продолжаем рассказ о машинах обновления 1.91. И на очереди японская самоходка Type 75 SPH с боевым рейтингом 7.0. Её отличает достойная огневая мощь и высокая подвижность, но при этом с особенной восточной изюминкой. Основное вооружение Type 75 — 155-мм пушка-гаубица, оснащённая барабанным автоматом заряжания. Она опускается на 5 градусов, а поднимается на 65. Из дополнительного вооружения — зенитный браунинг на крыше рубки. Трансмиссия и двигатель расположены во фронтальной части корпуса рядом с мехводом, а остальные — члены экипажа и боеукладка — во вращающейся башне, установленной в корме. Алюминиевая броня САУ защитит её только от пулемётов небольшого калибра. Выстрелы автопушек уже станут серьёзной угрозой. Но по той же причине машина оказывается весьма живучей, когда противник вооружён серьёзными каморными снарядами. В большинстве случаев они просто не взводятся, на вылет пробивая тонкие листы алюминия. Но главное достоинство Type 75 — мощное и притом весьма оригинальное вооружение. Благодаря барабанному автомату заряжания гаубица перезаряжается всего за 10 секунд, почти не уступая скорострельным орудиям основных танков. Кроме того, в боекомплекте самоходки есть фугасный снаряд с радиовзрывателем. Он детонирует не только при прямом попадании в машину соперника, но и просто, пролетая поблизости. Его можно использовать, даже если враг спрятался за препятствием и не находится в прямой видимости. Ещё одно важное достоинство самоходки — она довольно подвижна. Мотор Mitsubishi мощностью почти в полтысячи лошадиных сил без труда разгоняет машину до 40 км в час даже на пересечённой местности. Это позволяет совершать быстрые фланговые манёвры и оперативно отступать, если всё пошло не по плану. Один из основных недостатков Type 75 — это, конечно же, гаубичная траектория снаряда. Точность стрельбы на дальние дистанции оставляет желать лучшего. И хотя «Бойкомплект» включает четыре типа снарядов, ни один из них не отличается заметным бронепробитием. Почти любым противникам, кроме легко бронированной техники, придётся стрелять или в крышу, или под днище. Наконец, пушка самоходки не просто плохо стабилизирована. Её раскачка почти всегда будет отдавать противнику право первого выстрела. Поэтому Type 75 лучше всего себя чувствует на средних дистанциях, когда сложности с прицельной стрельбой ещё не играют решающей роли. Именно в таких условиях у японца наилучшие шансы сделать первый выстрел и завершить скоротечный бой в свою пользу. Роммель Осенью 1941-го от этого имени у британских солдат и офицеров холодели спины. Африканский корпус Роммеля казался непобедимым. Он уже свёл на нет все успехи союзников в Ливии. Его войска вышли к границам Египта, на финишную прямую к Каиру и Суэцкому каналу. Табрук остался отрезанным плотным кольцом осады. Командующий британскими войсками генерал Акинлек даже издал отдельный приказ, запрещающий считать Роммеля сверхчеловеком. Но Элису пустыни было нерадостно. Коммуникации его войск были до предела растянуты и нестабильны. Скудное пополнение и снабжение приходило с задержками. Всё пожирал проклятый Восточный фронт, ставший главным направлением военных усилий Рейха. В таких условиях не могло быть и речи о дальнейшем наступлении в Африке. Удержать бы позиции. Даже взять штурмом Табрук не было никакой возможности. А как были нужны его портовые пирсы? Стояние на ливийской-египетской границе продолжалось почти полгода. Роммель наступать не мог, а союзники не решались. Черчилль был в ярости из-за нерешительности своих генералов и, наконец, добился своего. 18 ноября 1941 года 8-я британская армия перешла в наступление. Союзники имели почти двукратное превосходство в танках. Более чем полуторное в живой силе. Существенный перевес в авиации. Но не имели опыта. Причём на всех уровнях. Начиная от рядовых и сержантов, заканчивая высшим командным составом. Генералы всё ещё жили реалиями Первой мировой войны и не умели планировать операции такого уровня. В итоге британский танковый кулак разделили на части. Одна должна была атаковать противника в лоб вдоль побережья, а другая, вооружённая новейшими танками «Крусейдер», предпринять обходной манёвр вглубь пустыни. Предполагалось, что она зайдёт в тыл африканскому корпусу Роммеля, соединиться с осаждённым гарнизоном в Табруке и отрежет войска оси от снабжения. После этого, по замыслу британского командования, немцам останется только сдаться. Что до тяжёлых танков «Матильда», то им отводилась роль совместных действий с пехотой. Хороший план, правда? Но пока новейшие «Крусейдеры» делали крюк по пустыне, Роммель уже успел остановить Гранты и Стюарты и заставил залечь сопровождающие их пехотные соединения. Англичане вели наступление настолько опрометчиво, что ухитрились понести потери даже от итальянской 123-й танковой дивизии «Арьете», той самой, над которой ещё недавно потешались. Поэтому, когда «Крусейдеры» 30-го танкового корпуса обрушились на Роммеля из пустыни, он уже их ждал. Немецкие панциры и английские танки, сопровождающие их пехотные и артиллерийские соединения, сошлись в грандиозном сражении. Ожесточённые бои развернулись и в воздухе. Всё решали даже не скорость, броня и пушки, а умение вовремя и адекватно среагировать на изменения обстановки. И тут британское командование безнадёжно проигрывало лису пустыни. Уже 21 ноября танки Роммеля, остановив и локализовав наступающие соединения Великобритании, перешли в наступление. Правда, ненадолго. Им просто не хватило бензина. По той же причине недостаточно активно действовали и люфтваффе, совместно с итальянскими «Реджио Аэронавтика». Так что инициатива в воздухе плавно перетекала в руки англичан. Особенно ужасный день настал для «Орлов Геринга» 5 декабря, когда лётчики 112-й эскадрильи ВВС Великобритании буквально разгромили полк немецких бомбардировщиков «Юнкерс-87». Клайв Робертсон Колдуэлл, командир этой эскадрильи, лично сбил пятерых, войдя в немногочисленный клуб асов одного дня. Всё, что оставалось Роммелю, это снять осаду с Табрука и начать долгое отступление на Запад. Но это была ещё не победа. Немцев просто заставили сделать шаг назад. Потери англичан, австралийцев, новозеландцев, южноафриканцев и индийцев превысили 17 тысяч человек. Больше половины их танков догорали в раскалённой африканской пустыне. Но самого главного союзники достигли. Теперь они знали, Роммеля можно побить. Он талантлив, хитёр, но не сверхчеловек и не ясновидящий. Главное, самая страшная битва с ним была ещё впереди. А где-то далеко на востоке, под стенами Москвы, уже горели ярким пламенем и поворачивали назад танки Гудериана. Блицкрик плавно оборачивался затяжной войной. Карта «Японский порт» для морского режима «Превосходство» пришла в игру в обновлении 1.91. Дизайн локации навеян пейзажами вокруг города Йокогама, что недалеко от Токио. В верхнем левом углу карты возвышается знаменитая гора Фудзи. Два полуострова, образующие залив в северной части карты, тоже имеют реальные прототипы. Это Идзу слева и Босо справа. С точки зрения геймплея, карта разделена на три зоны. Первая — это уже упомянутый залив на севере карты. Здесь развернутся бои самого лёгкого, или, как ещё говорят, москитного флота. Помимо катеров, тут могут возрождаться некоторые канон-энботы и сторожевые корабли. Точки появления игроков отделены друг от друга вклинившимся в гавань пирсом. Помимо него, в заливе находятся пять островов, три из которых расположены вокруг точки, а два других дополнительно защищают район от огня эсминцев. И хотя острова поднимаются из моря всего на пару метров, этого вполне хватает для укрытия большинству мелких катеров. Если же у вашего корабля высокие надстройки, прятаться можно за силуэтами многочисленных зданий. Наконец, прямо посреди точки С обосновалось крупное грузовое судно, высокие борта которого надёжно защищают от обстрела. Других укрытий в этой зоне нет, так что для безопасного захвата точки потребуется скорость, осторожность, слаженность действий и грамотное использование дымов. Вторая зона — полуоткрытая акватория для боёв эсминцев в паре километров от побережья. Зоны возрождения малого флота отделяют друг от друга две гряды из шести холмистых островов, а возле самого крошечного из них расположена точка Б. Посередине карты есть позиции для стрельбы по заливу катеров и точки С, но в то же время центр локации простреливается с нижней её части. Артиллерийские дуэли обычно происходят на дистанции около четырёх-шести километров, поэтому очень важно как можно скорее вывести корабль противника из боя, пока тот не нанёс значительный урон. Быстроходные катера могут попытаться нахально захватить точку Б и атаковать эсминцы торпедами. Третья зона — открытое море для крейсеров и эсминцев. Именно там в игру входит большой флот, а также расположена вторая пара зон возрождения малого флота. Стороны разделяет большой гористый остров на юге карты. Дистанция реального боя — не более десяти километров. На границе со второй зоной в открытом море находится точка захвата А. Эсминцы могут добраться до неё с центра карты, так что внизу им лучше не появляться. К рейсерам же стоит сосредоточиться на уничтожении вражеских собратьев по классу, на охране и захвате точки А и поддержке союзников в направлении точки Б. Что касается авиации, ей придётся нелегко. На карте довольно мало укрытий от огня зенитных орудий. В целом, японский порт — довольно компактная карта по меркам морских сражений. Залогом успеха тут станут стремительность и хорошие навыки прицельной стрельбы. Начнём с комментария от Азриэль Дриммер. Он возмущается. «Почти три года смотрю полигоны, сколько бы я вопросов не задавал, ни разу не было ответа». Привет, Азриэль. Вот обратите внимание, вы спрашиваете, почему мы не ответили, а на что? Сам вопрос-то где? Ну окей, ладно, специально по такому случаю мы для вас перекопали несколько последних выпусков и, наконец, нашли. Будут ли добавлены осколочно-фугасные снаряды со взрывателем с задержкой для зенита крупных калибров? Будут ли добавлены? Азриэль, вы же не хуже нас знаете, что раньше официального анонса мы всё равно не можем рассказать о планах разработчиков, даже если очень хочется. Ну, правил такие. Пожалуйста, не игнорируйте их, и мы с радостью будем отвечать на ваши вопросы чаще. А вот пишет пользователь под псевдонимом «Имя из чата». В игре появился прожектор с инфракрасным излучением. Наведётся ли на него ракета воздух-воздух? Привет, имя из чата. Нет, не наведётся. И вот почему. Под термином «инфракрасный» на самом деле скрывается огромный диапазон волн. Приборы ночного видения на основе ЭОП работают в так называемом «ближнем диапазоне» — от 750 до 1400 нанометров. А пик излучения нагретых тел, на которые наводятся ракеты, приходится на интервал от 3 до 8 тысяч. И хотя оба этих диапазоны инфракрасные, разница между ними в десятки раз больше, чем, например, между красным и фиолетовым светом. То есть глазами ракеты они даже отдалённо не похожи. Спрашивает Банни Рэббитс, может ли танк со сломанным орудием и или казёнником убить другой танк. Привет, Банни Рэббитс. Конечно, может. Куча способов. Если танк многобашенный, он может выстрелить из другого орудия. Из пулемётов можно пробить слабо защищённый борт противника, или столкнуть в воду, или накрыть артиллерийским ударом, или взорваться по соседству, зацепив волной от детонации боеукладки. Вариантов множество. Но самый действенный вариант, конечно, это починить орудие и полноценно вернуться в бой. Известный любитель взрывов по имени Джокер интересуется. А почему, когда стреляешь в топливный бак дизельного танка, бак загорается, если для взрыва дизеля нужно определённое давление? Привет, Джокер! Всегда рады помочь в вашем нелёгком деле. Так вот, взрывается обычно не само горючее, а его пары, смешанные с воздухом. А дальше, при разгерметизации бака, часть топлива попадает на раскалённые части двигателя и корпуса. Там испаряется и поддерживает горение. И последний вопрос на сегодня пишет нам аниме «Моя жизнь». Можно, пожалуйста, управление для левшей? Пожалуйста, пролайкайте, чтобы увидели. Привет, аниме «Моя жизнь». Мы видим все без исключения комментарии, в том числе и без единого лайка. А что касается управления, спасибо за поднятую тему. Мы передадим ваши пожелания разработчикам. Возможно, со временем они добавят в игру шаблон настроек для левшей. Но не забывайте, что даже сейчас вы можете полностью переделать управление на свой вкус. Например, поставить зум на левую кнопку мыши, выстрел на правую и переназначить любым удобным образом кнопки на клавиатуре. Вот и все на сегодня. Это был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»